Всем привет! Дядя Юра делится своими мыслями на матч первого тура группового раунда Лиги Чемпионов между клубами Севилья и Манчестер Сити. Информация будет полезна пользователям, которые привыкли думать свои головы, а не слепо следовать советам других. Игра в Еврокубках. В минувшем Еврокубковом сезоне Севилья заняла третье место в своей группе Лиги Чемпионов. В плей-офф Лиги Европы испанцы прошли Загребская Динамо, но уступили в дополнительных таймах английскому Вестхэму. Всего Севилья сыграла 10 матчей, в которых одержала только 3 победы и потерпела 4 поражения. 8 из 10 матчей были низовыми, 6 матчей были нулевыми. Манчестер Сити дошел до полуфинала Лиги Чемпионов, в котором должен был побеждать будущего победителя. Но не смог этого сделать, пропустив в Мадриде 2 гола на последних секундах основного времени. В 12 матчах команда Гвардиола одержала 7 побед, 3 матча проиграла, причем все 3 поражения были на выезде. 8 из 12 матчей были результативными, 5 матчей были нулевыми. Последние матчи команд. По состоянию на 29 августа Севилья без побед в последних трех матчах, в которых и забивала и пропускала. Манчестер Сити проиграл только один матч из последних 10 сыгранных. Это был финал Суперкубка Англии, в котором горожане проиграли Ливерпулю 1-3. И последние четыре игры Манчестера были ну очень результативными и закончили с общим счетом 14-8. Прогноз на исход матча. Гости идут фаворитами на эту игру с неплохим коэффициентом 1-47. Севилья плохо сыграла в прошлом Еврокубковом сезоне, правда и Ман Сити в выездных матчах выглядел нестабильно. Англичане либо крупно побеждали своих соперников, либо проигрывали пропуская два гола. Если в данной ситуации выбирать между вот этими двумя вариантами, первый выглядит как-то чуть более вероятным. В последний раз соперники играли между собой в 2015 году на групповой стадии Лиги Чемпионов. Оба матча выиграли англичане 2-1, дома 3-1 на выезде. Скорее всего, что данная тенденция будет продолжена и в предстоящем матче. Тотал голов. В минувшем сезоне все выездные матчи с Вилли были низовыми, дома команда играла по-разному. Манчестер примерно 2-3 матча играл результативно. Бросается в глаза то обстоятельство, что англичане очень много пропустили в последних матчах. Поэтому в предстоящей игре, наверное, где-то можно все-таки ждать, что гости сыграют более надежно в защите. И в минувшем сезоне с Вилли дома Манчестер на выезде не пропускали больше двух голов. Оба предыдущих очных матчей в этой паре были результативными. Наверное, все же можно предположить, что на этот раз англичане возьмут сложную победу от где-то 1-0 или 2-0. И вряд ли в этой игре будет забито много голов. У Манчестера Сити идет длинная, очень результативная серия. Можно уже пора бы как бы ждать низовой игры. Севилья умеет защищаться. Обе забьют да нет. Если англичане наладят игру в защите, у Севильи не должно быть много моментов в предстоящей игре. Шанс на нулевой матч достаточно высок. Тем более, что в 2015 году оба очных матча получились забивными. Но сейчас Севилья играет немножко по-другому. Подводим итог. Ожидаемый вариант на этот матч победа гостей коэффициент 1.47. Оптимальный вариант на эту игру обе забьют нет коэффициент 1.91. Доходный вариант точный счет 0.1 на первый тайм коэффициент 3.30. Обе команды давненько не играли первый тайм с таким счетом. А вот в нынешней ситуации 0.1 как нельзя лучше отражает истинную силу команд на первый тайм. Как оно будет на самом деле покажет игра. На этом все. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.